Приветствую вас, друзья! Сглотка воды! Ну что, настало время продолжить нашу изенгардскую кампанию. Пока нас, наше внимание, как магнитом приковывает побережье Андуина. Особенно восточная его часть, где ископились основные наши враги. Их теперь у нас двое. Это объединенные армии Харада и Мордора. Ну, точнее, объединенными их назвать нельзя. Хотя, скорее можно сказать так, параллельно воюют с нами те и другие. Но, не стоит забывать про то, что у нас и на севере достаточно неспокойная ситуация. Я вижу, руки Гундабада уже начинают бродить своими стэками по нашей территории. Явно делают это не от того, что они такие дружелюбные и добрые. И вот этот вот стэк возле Аннуминаса меня, откровенно говоря, напрягает. У меня тут не так много войск для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Поэтому я найму два отряда, как минимум, и переведу из Форнаста Эрайна то, чего мне не хватает сюда. О, а что же я сюда переведу-то? Баллисточку бы с удовольствием перевел. Можно хитро попробовать приманить парней. К примеру, отряд Баллист, отряд Катапульт и три отряда Лучников и два отряда Тяжелой Пехоты. Сейчас мы их выведем за пределы города. И посмотрим, что же мы можем нанять на их замену в крепости. Три отряда мы себе компенсировали, но это у нас в городе будут в основном стрелки. К примеру, на следующий раз закажем вот так. Зачем нужна эта мини-армия? Эта мини-армия будет контролировать переправу. Она нужна в основном именно для этого. То, что ребята тут скапливают силы, мне очень не нравится. Если орки Гундабада ударят, если они ударят в ближайшем будущем, как минимум выдержать этот удар я не смогу. Поэтому давайте к Хабитону стянем основные наши силы. Посмотрим, что мы можем сделать для Бри. Да, мы наращиваем нашу мускулу военную. Без этого никак. А сколько вы стоите в обслуживании? 70. Не так дорого. Наверное, фигню тоже будем нанимать, типа копейщиков. Если что, продвижение врагов они помогут остановить. И у нас в пристенках очень много отрядов, которые на самом деле нужны как минимум северней. А если мы из пристенок отведем часть черненьких, я думаю, орки Мглистых гор достаточно заняты кем-то другим, чтобы наведываться к нам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, тут десять. Соответственно, легче будет считать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я бы вот эту вот банду в Бри отправил, а из Бри на помощь своим отправил бы на усиление. Не на помощь, а на усиление. Два, три, четыре, пять, шесть. Ага, этих уже нельзя отправлять. Семь, восемь. Восемь отрядов. Восемь отрядов куда-то сюда. Пусть не шастают, пусть во всяком случае обходят. Надо было об этом, конечно, заранее подумать. Ну, когда подумал, тогда подумал. К сожалению. Северные армии. Сильные мне понадобятся. И из Аргонда выведем ту пятерню, которую мы скопили. Будем встречать врага горда. Восемь тысяч. Допустим, сюда. Вот эти парни нам здесь не нужны. Они нам понадобятся больше в длинных хвостях. Так. Здесь мы переобучим. Наши армики. И здесь. Баллисты явно лишние. Угрозы не вижу. Если что, конечно же, о ней побеспокоюсь. Поэтому можно тащить как минимум многочисленные отряды. Вперед. Но стоит не забывать, что здесь где-то армия Эриадора бегает. Так что пойдем сюда. Вот этой дорожкой. Ага. Ну тут не забудем. Нанять. Парни Варгонт. Если позаботимся заранее, то избежим многих трудностей. Если не будем думать о возможной угрозе, то она застанет нас врасплох. И трудностей уже будет не избежать. Давайте нам хорошие отряды. Будем вам посылать лучников. Снага лучников, которые достаточно дешевы в содержании. Сколько вы нам? 60 стоите. И сильно казну не перенапряжуть. Сейчас мы очень сильно будем тратить армию на юго-восточном направлении. Поэтому нам не страшно то, что мы заказываем их здесь. Интересно в форте темном, сколько возможностей накопилось. Все деньги, все деньги слил. Красавчик. И то хватает места на заказ. Все, под ноль, подчистую. Ну и так как денежка слита, естественно стоит задуматься над тем, чтобы слита она была не зря. А именно ввести армию и вместо пути глухой обороны выбирать путь сильной атаки. Мы уже делаем это, воюя за барад Харны Гобин Толфалас. Но это только начало. Нам предстоит еще очень много сделать против Харада. Если мы овладеем территориями Харада, эти территории очень богаты, то мы сможем создать такую армию, что ни Рун, ни Мордор не смогут даже пикнуть против нас. Интересно, как можно будет выцепить этих ребят? Может все-таки пойти на Малгалад? Не стоять здесь. Мы не удержим Харад стеком. Нам надо расширяться. Да, идем на Малгалад. Нет смысла ждать. Пошли, пошли, дружище. По чуть-чуть. С подкреплениями. Здесь у нас черная армия есть. Они готовы будут, если что, броситься на помощь Эмин Арны, ну, когда эти армии отсюда отойдут. Или если их захватит Харад, после захвата наверняка эти армии отойдут, и мы сможем их перехватить. Единственное, чего здесь нет, нет катапульт. Но катапульты, если что, найдутся. Как минимум две есть. Так что, наверное, в черную армию кинем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть стрелков. Семь, восемь. Это слишком много. Для осады крепости, тем более там, где будет Харад. Четырех отрядов лучников хватит. Пикинеров двух отрядов тоже хватит. Давайте немножко позаботимся о эстетике этой армии. К примеру, четыре лучника, предводитель. А есть кто-то получше? Да, понятно. Трехзвездочный? Хорошо. Пусть будет трехзвездочный. Два отряда. Понятно, кого и зачем. Два отряда пикинеров. Это тоже правильно. И... Раз, два, три. Тихо, парни. Четыре. Берсерков не беру. Пять, шесть. И сколько? Раз, два, три, четыре. Пять мест остается. Пять мест. Рубак надо взять. Арбалитчиков не беру. Возьмем тяжелую пехоту. Возьмем катапульты. И возьмем два отряда рубак. Все, идеальная черная армия собрана. Осталось подвезти ее. Будет действовать здесь. Забираем вторую черную армию. Примерно с такими же замашками. Четыре лучника. Один. Два арбалетчика. Вот эти тоже парни подойдут. Для такой армии. Так. Пикинеров нет. Это жалко. Ну ладно. Давайте передадим сейчас ход дальше. Этими, наверное, отойдем вот сюда. Нечего им тут делать. И туда же поведем нашу пехоту. Кем-то стать на переправе. Потому что, ну, очень хорошее место. Ладно. Соберем армию. Станем на переправе. Это уже импровизирует по ходу дела. Давайте передадим ход дальше. Минусовой у нас казна по-любому не будет. У нас 15 тысяч буфера есть. И сейчас мы будем тратить войска для того, чтобы завоевывать новые территории. Это, так сказать, балансировать будем на грани лезвия. Острию и Атагана это знакомый, так сказать, наглядный пример для любого орка. Орки Мглистых Гор, хотя у них армии тут и бродят. Но я вижу, что они больше все-таки нацелены на вражду. Давайте, друзья, этого я и ждал. 4 тысячи, 5 тысяч харадрим воинов против... Против Лунбуга. И его задача не столько удержать крепость Эмин Арнен, хотя мне кажется, что он способен будет это сделать. Может быть. Я не знаю, что меня сейчас ждет, но битва будет эпичной. Ради этой такой битвы я, в принципе, ради таких битв я играю. Так вот, моя задача будет ослабить вражеские стеки по максимуму. Убить как можно больше воинов противника. Унести с собой. Очень хорошо, что у нас многоярусовая крепость. Где расположился враг? Ну, мы видим. Две армии. Один таран я наблюдаю. Армию подкреплений тоже вижу. Если они соберутся пробивать ворота, в принципе, мы их не остановим. Лестницы и много всадников. Что можно сказать об армиях Харада? Врага надо знать в лицо. Очень много копейщиков, но есть и другого типа войска. Особенно опасны полутролли. Единственное, наверное, что плохо, что в нашей армии очень много снага. Давай будешь поддерживать порядок. Выставим здесь копейщиков. Снага. Если их неправильно расположить на стенах, то они не только не будут стрелять, но вообще не окажут поддержки нашей армии. Мухацких звероловов с тараном. Да вы, ребята, смеетесь. Мы сейчас вас варгами очень сильно прорядим. Так, во-первых, давайте объединим всех наших лучников. Нам легче так будет ими управлять. Проверим, чтобы у них у всех была дезактивирована способность держать дистанцию, чтобы это их не смущало. Очень хорошая, мне кажется, будет позиция здесь одного из отрядов. Мы так сможем вот этот весь участок обстреливать. Сюда враг не пройдет, разве что лестницами. Скорее всего, будут штурмовать вот этот участок ворот. Если сумеем поставить, нет, поставить не сумеем. Здесь самое главное, чтобы архитектура не сыграла против нас. Если что, несколько линий обороны мы выставить сумеем. Наверное, копейщиков сразу на стены, чтобы могли пересесть сюда и держать за собой врата. И один отрядик поставим здесь. Может быть, может быть, мы кого-то расположим здесь, к примеру. Ага, как неудобно. Если враг пойдет сюда, либо будет, когда ворота падут, они будут идти всей толпой, и мы сможем их накрыть огнем. Итого, чтобы выделить расставленные отряды, их в отдельный, этот самый, как уже задействованных, к ним прибавлять. Копейщики, варги, все понятно. Подкрепление возможно. Даже пока не знаю, как лучше с ними поступить. Ребята будут стоять здесь, готовы взобраться на стены. Можно выставить здесь, но я думаю, они не сильно помогут. Могут просто не достать. Но если что, они спустятся. Хотя спускаться будут полыгры. То есть, как минимум, есть отряды, будущее которых не определено. Эти готовы. Дальше. Самое главное, чтобы не запаниковали, они начали бежать. Так можно выставить. Если они окажутся здесь, то эти могут обстрелять противника. Но будут очень уязвимы. Может быть, не стоит их сюда ставить. Может быть, если они будут прорываться вот сюда, выставить здесь, к примеру, части воинов и дать им бой. Хотя мы, наверное, сможем увезти врага. Ой, наших ребят отсюда. Ладно, один отряд оставлю, хотя я им очень рискую. И еще один отряд. В принципе, напомню, задача, наша задача максимум попытаться удержать крепость, но, скорее всего, может и не выйти. Давать ли им возможность обстреливать врага? вот это вот я не знаю. Наверное, те, кто остаются, пусть они не участвуют в стрельбе, никаких, самое главное, никаких навесных стрел. Но вот этого нам не надо. Все стрелы должны по прямой, прямо врагу в рыло идти. Снага. Снага могут дрогнуть, а могут и не дрогнуть. Мы можем их оставить, кстати, здесь. Пусть они в финале участвуют. Защищают до последнего. Этих мы распределили. Копейщики. Копейщики будут, конечно же, пытаться защитить, если что, врата вот эти, финальные. даже не знаю, как их лучше расположить. Два отряда копейщиков стоят. Нашего полководца я оставлю для морали. Может быть, я сейчас, конечно, допускаю много ошибок. Блин, а мне надо еще один отряд копейщиков сюда на всякий случай. Или не надо. В принципе, я готов. Знаете, копейщиков я тоже в один. Этих распределил, этих распределил. Но начнем мы сражение с того, что накажем мухацких звероловов за их фатальную ошибку. Врата открыты, а вы оставили их. У них, конечно, этих таранов. и самая главная ошибка, которую вы допустили, это то, что оставили вдалеке вашу кавалерию. О! Все выдвинулись защищать мухадов. Я пока не спешу. Даже отойду, чтобы мои не гибли, и с натиска ударю по ним. Ой-ой-ой, только не сквозь ряды. На мини-карте вижу, что эта группировка пока не двигается. Отойти как раз, чтобы с натиском ударить. А вот эти ребята ползут, причем кавалерия не спешит. Много их, много. Моих стрел не хватит для того, чтобы затащить 6000. Это я знаю однозначно. Но первое, кого мы убили и уничтожили, это мухадские зверолова. Это неплохо. Уже. я так понимаю, кто лестницами руководит? Южане. Корсары, лучники. ушли. Тоже хорошая цель. Но если я сюда подойду, то попаду под обстрел. Уходим за город. Даем противнику перестроиться. Первая наша небольшая хорошая победа. Но это смертники. Это все смертники. Где мы наберем столько полководцев, чтобы все это решить? Это я думаю вопрос еще второстепенный. Дадим подойти поближе. Не знаю куда они отправились развернулись, но скорее всего попытаются тут им негде. Сюда что ли? Ох мне кажется стоит отменить им стрельбу. Подходите вот дойдете где-то до этого уровня. два еще тарана у них есть. И лучников подводят на случай если я опять выпущу своих варгов. Варги мне тут пригодятся очень сильно на первом этапе. О! Кто-то пошел не выдержал кто чья ошибка молодцы готовы как только приблизиться. Думаю готовы. Самое главное нам не начать действовать раньше времени. Все выводим наших варгов на этот раз сначала нападем на лучников харада пусть таран подходит ближе потому что я понимаю что как только буду крушить таран лучники харада будут обстреливать меня это у них такой маневр чтобы естественно не дать мне пока тишина нет 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 никаких повторных ошибок быстрее друзья быстрее быстрее и с натиском давайте еще мухадов введите к нам с удовольствием их раздел есть это просто вкусно пошли воины южане обратили в бегство вижу мои уже начинают обстреливать нет вы пожалуйста не надо только вы чем мы там мы их догонять не будем вау 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 отменить приказ отменить приказ отменить приказ залипают клавиши у меня не знаю что я такого съел на них что они начали залипать тихо 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 а вы куда собрались назад блин кто у нас тут возвращается назад хорошо это я shift забываю отжимать что ли нет 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 стоять на месте а вы куда назад пожалуйста еще один таранчик а этими кто руководит аж прям спешат не особо эффективно все прекратить обстрел навесными стреляют гады так сделаем 10% двух армий врага мы уже уничтожили воины южане наверняка прихватят таран а мы пока займемся пожиранием наверное харат просто офигевает от моей наглости но искусственный интеллект тупит и ничего не предпринимает а нет предпринимает может это они нас заманили на самом деле есть еще лучники харадримские мародеры и они начинают обстрел наших ребят вот теперь воины южане стремятся к нам со всех ног ой у нас уже не так много 21 тушка отойдем на безопасное расстояние хотя безопасно было бы ударить вот этих ребят чтобы отсрочить еще тот момент когда вот это я понимаю правильные выстрелы следим за тем кто у нас стреляет что вы творите глупцы отойти 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 дать вратам закрыться дать вратам закрыться закрывайтесь нет 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 жесть сам себя подставил так но тут не дошли ребята а вот этих надо обстрелять блин враг конечно тупит открытые ворота ибо сюда ринуться они пока не хотят пошли с можем конечно их погнать подводим еще ребят а ну нет не то что нам надо не то и мы их таки гоним держать оборону закидайте бегут в панике 17 процентов сейчас будут по одному вводить свои войска переведут лучников эту кучку можно и не трогать тут уже все боезапасы исчерпали уходите отсюда вот это вот очень очень опасные ребята их будем долго и нудно кромсать а если ударим спину надеюсь хоть чуть-чуть прямых стрел у вас будет спускайтесь вы тут бесполезно нет только навесные переходите сюда тогда я вижу от вас только один прок отсюда стрелять в спину идущим 13 но шестерых так мало кто еще зайдет сюда полутроли пришли этих любим знаем что ребята сильны нас начинает обстреливать лучники 4 на 17 ротацию мы пока провести не можем стоять 26 кто там выстреливает из-за спин вот вот эти парни них получается прямую стрелу давать и вот из-за того что побегали они знатно а мы оказывается дожились до того что врата закрыты замечательно давайте ударим в спину хватит 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 больше вреда своей давайте лучше такой ювелирный огонь дадим и вы что стоите давайте попробуйте зайти со спины ударить тут у полутроллей шансы небольшие если им куда и бежать то все отлично панику вызвали максимум на что я мог надеяться теперь отойдем разбили полутроллей как же мне не хватает еще хотя бы одного отряда варгов держать оборону отведем чуть-чуть подальше вы тут совсем оказались не нужны вы идите менять братьев ваших парни ближе но стоят давайте ускорьтесь башни обстреливают противника пока ситуация нормальная мы достигаем нашей основной цели наносим врагу урон копейщик копейщики харада ползут 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 можно конечно закидать их давайте сюда и вас сюда проведем ротацию лучников удобно удобное положение их наверное лучше сюда скинуть пусть обстреляют вот этих ребят а на их место свеженьких лучников поставить этих лучников вообще завести на площадь они будут воевать последними свеженьких сюда этих выстроить возле стеночки пусть закидывают возле одной возле другой стеночки вот так вот типа готовы встретить один отряд хорошо а можете вы как-то распределиться аккуратненько аккуратными вы мне нравитесь больше эти почти сошли на нет сейчас будут штурмовать давайте успеть подходим сюда еще обстреливают ну тут уже не страшно морали поддержка другой роли у них нет могут конечно еще приударить в спину давайте может так будет быстрее эти вроде как активнее распределились я хочу красивые стройные ряды молодцы теперь сюда а вы чего не не создаете мне красоту ой не хотят ладно давайте стрелять тогда 67 процентов ну что готовы встретить врага эти явно не готовы они тут будут еще лет сто наверх отправляться по два по три 246 парней эти если что готовы обстрелять противника так держать врага эти будут у нас тут еще запасные есть парни давайте выведем отряд запасных сюда вы сюда прибыли какова ваша цель наверное где-то тут станете 102 13 расстреляли молодцы идут идут готовы принимать копейщиков самое главное это по возможности очень быстро обращать их в бегство всеми возможными средствами они будут создавать столпотворение конечно никакого масла нет это действует не в нашу пользу к сожалению но страх никто не отменял идут все идут можем по-быстренькому обойти ударить их в спину а не надо не надо не надо стоять 99 определенного результата достигли спускайтесь сюда вы здесь больше не нужны вот и вас тоже где-то тут поставлю чтобы вы свой боезапас израсходовали лучников где-то так чтоб метнули соответственно врага будем здесь под углом так вы стоим под углом так вы стоим чтобы у лучников была возможность прямыми стрелами атаковать основную рать спешеные идут спешеные спешеные это проблема лучники харада поползли остальная рать движется баллисты вы если что готовы будьте стрелять мне за вами следить будет некогда тут и закидают и обстреляют давайте друзья ведут мы останавливаем создаем здесь столпотворение есть быстро 23% воины южа они идут ох и долго же вы сюда идете так боезапас исчерпан боезапас исчерпан ой куда вы пришли ладно смертнички стойте закидывайте двадцать пять процентов нам бы процентов пятьдесят не бежать чудит что творить так стреляйте ждать нет смысла они тут сами себе помешают и вот еще вы можете тоже обстрелять эту толпень бессмысленную сейчас самый-самый важный момент все даже успеваем проводить ротацию спускаемся о как тридцать один процент хорошо что тут нет вражеской кавалерии а то было бы тяжело нам дают возможность еще залповать 34% но на всех стрел не хватит главное не потерять контроль над вратами скорее всего потеряем все и вы тоже боезапас израсходовали все потеряли но мои не достаете спускайтесь про них я вообще забыл давайте сюда еще один отряд закидывателей добавим им тут паники немножко пока стрелы есть мы можем их даже прогнать 42% что-то получается но вот идут толпы посерьезней их вполне можно бояться выводим этих парней спешеная змеиная стража так этих отводим этих сюда поближе ударим по копейщикам харада может заставим их убежать сейчас спешеную змеиную стражу надо обдать видите наши умирают воюя до последнего и во всей этой суматохе не потерять нашего полководца так проведем ротацию я даже не знаю куда отправлять этих ребят стоит конечно отправить сюда назад 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 лучники вы нам еще пригодитесь если вдруг мы выиграем 67 это мы хороших ребят отбьем быстро сменили позиции вернули себе назад ворота но не преследуем врага не преследуем нам хорошо как есть это нас уже противник закидывает ладно у нас есть еще резервы мы их в принципе очень прекрасно даже бьем в первых вратах лучники опять пошли закидываем наши лучники выстроились теперь самое сложное идет вражеская кавалерия тут никаких колебаний быть не может надо вести копейщиков на южане неполным составом о вот кого надо бояться 73 отлично дрожат нет у них управителя который бы вел их в бой 60 пошла кавалерия копейщиков подводим во второй ряд сейчас уже наши могут дрогнуть подведем поможем огненные стрелы о как раз то что нужно главное чтобы мои не дрогнули 52 процента но это наверное даже на такое я рассчитывать не мог вы пока наносите урон но у них еще если первую армию мы разделали 50 процентов это половина то с второй армией у нас проблема о начинает орать вторая армия сюда идет ну и конечно после такого сражения у нас будет чуть меньше воинов на 22 процента так что выдержать вторую такую атаку может быть у нас и не получится до поражение выглядит очень даже возможным вот вот вам не в копейщиков харада давайте в кавалерию во всадников южан которые просто заедают наших 71 они умирают гады не умирают 69 нет умирают тоже смертная снага держится я удивляюсь как эти рабы и так хорошо держится нам удалось создать столпотворение все благодаря осадным орудием которые здесь просто застряли и это месиво нереальное месиво 66 вот с кавалерией трудности разбить их очень и очень сложно что вы там спустились все идите сюда эффект толпы никто не отменял у нас есть недо недостреляны вы тоже сюда идите тоже поможете готовы выстроить и здесь дрогну ай-яй-яй прорыв в атаку кавалерию нужно громить не хотят стрелять огненными вы посмотрите они вообще офигели я сказал перестать хотя может они сэкономили свои стрелы сменят тех которые там стреляют бали мой 31 бежит не бежать 58 на подходе копейщики садников южан надо сейчас расстрелять да пора менять самых эффективных очень эффективно тут стоят отводим назад поторопитесь кто бы вы ни были куда бы вы ни шли копейщики мешают вражески а мы тут огоньку жару подобьем отошли молодцы даже можете ага наши вернутся скоро кстати давайте ударьте по воинам южанам я бы снял этих со стены но понимаю что они тоже выполняют очень важную роль так давайте пока возьмем контроль над постройками пусть обстреливают врага если бы можно было проследить сколько убили просто постройки я думаю они бы оказались в ряде в списке самых эффективных уничтожителей ползут лучники 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 всадники нет наверное не затащить вы посмотрите сколько у них тут еще кавалерий а стрел у меня больше нет конечно кавалерия не сможет протащить таран но тогда я даже не знаю чем закончится сражение шеренга за шеренгой мои стоят ударит с фланга ничего не бояться вроде удалось замесить кавалерию сейчас главное копейщиков харада замесить теперь можно спускать пусть атакуют лучники харада сломлены так в случае основная масса посмотрим насколько эффективно будут залпы снага уничтожать этих копейщиков первая очередная цель сейчас будет пехотка именно те кто способен тащить тараны а что с башенками башенки таки бросили хорошо что они по чуть-чуть идут потому что если бы навалились они всей массой только от этой массы мы могли бы дрогнуть так они дрогнут от нашей массы серьезная такая серия выйдет уже 56 минут не хотел делать серии больше 30 минут но такое уж сражение что поделаешь оставлю пока что для моей для вражеской кавалерии думаю этих самых своих копейщиков сейчас пока что расстреляю этих лучники идут лучники это пища ударим по ним и непоколебимы смотри какие гады да но 69 70 процентов армии противника мертвы а каком поражении вы мне говорить у меня еще есть тяжелейшая пехота ну-ка вернуться навалять давайте туда в эту основную массу пострелять и наверное поставим вот этих вот ребят тут сейчас я выставлю вытяну их так как-то очень очень удобно все лучники отстрелялись тут в перемешку те кто хотят сражаться и те кто уже не хотят сражаться все идут сколько 75 процентов 41 процент мы потеряли и у меня еще есть целый отряд лучников затащим не затащим смотря конечно за резервные на количество резервной кавалерии у врага я понимаю что тяжело будет затащить вы что пытаетесь поднять лестницу ну-ка залп теперь по чуть-чуть шкала в нашу пользу становится ну-ка мухацких ведут и кучу кавалерии оставили на закуску главное убедиться что что все все погнали подождем вашу кавалерию нет 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 оставьте здесь преследовать отправим вот этих парней мне они уже не важны так сильно все 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 хватит хватит закончили стрельбу закончили кто тут корсары лучники и кто там у меня огненными стреляют башенки вот этих надо разбить мухацких пока не подошли подкрепление к врагу где вы тут стоите гады сторон держите вперед я думаю если вся пехота врага будет повержена нам подарят победу во всяком случае по логике вещей так должно быть а вот как на самом деле будет непонятно ребята убегают куда главное чтоб на карте не осталось левой пехотки да 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 разбивайте они возле тарана застряли тут освободите тарана ты хлоп на этой территории я так понимаю просто мертвое поле вы смотрите на эти трупы осадные ну и главное этих ребят не раздразнить мухады это единственная сейчас надежда харада на то что они проникнут внутрь но надежда это погибнет потому что моя тяжелая пехота в рук отрежет этой надежде голову или шею 55 а есть тут кто-то помочь давайте побыстрее сюда не хочу своих терять 48 давайте попробуем действовать тактикой которую показали мне вражеские отряды идут друзья верблюжа то идут на вас у меня есть копеечки связывайте боем и с натиском был натиск вроде не было но тем не менее фланговый удар тоже очень хорошо подействовал отойдем для натиска все враги разбегутся развернемся для унова и вперед вообразите себя кавалерии друзья молодцы вот сейчас будет натиск пятерых сходу смысле все замечательно ну и кем теперь противник воевать то будет остановились не знаю кем они собираются воевать но сейчас пойдем громить их кавалерию потому что нам нужно заканчивать это сражение это что еще за чудеса таки кто идет сюда вы просто по карте бегаете или вы опомнились да разорались хотя тихо будем действовать хитро не спешите просто выстроитесь есть есть хорошо таки отлично без пехоты супер сколько 85% от двух стеков и армия можно сказать снага рабы тащат друзья спасибо вам за ваше внимание кто не подписался подписывайтесь и мы будем продолжать в том же духе белая лайн победит с вами ми